В прекрасном мире, в котором живет колхозан, нет таких слов, как ржавчина, непригодность, потертости и тому подобное. Вместо этого колхозник привык употреблять такие фразы, как ретро, эксклюзив, винтаж. В какой-то момент люди не заметили, как из обихода пропало все советское. И вот уже в офисе нет печатных машин, домохозяйки не стирают белье в цилиндрических советских стиральных машинках, а дисковый телефон можно найти разве что только на барахолке или у твоей бабушки в коридоре. Но в век технологии и общей доступности абсолютно любых товаров все равно еще есть люди, которые любят все, что сделано в СССР. Кем-то движет обычная ностальгия, а кто-то на серьезных щах утверждает, что вот раньше делалось все на века, а не то, что сейчас. И с этим, знаете ли, можно согласиться, можно спорить, но ясно одно. Если на что-то есть спрос, то всегда найдется тот, кто попытается этот спрос удовлетворить. Здорово, Соколики, на связи Жирный, и это очередной выпуск колхозанов Савита. Усаживайтесь поудобнее, заварите чаек, и давайте начнем. Колхозаны! Колхозаны! По-моему, у нас рекламная пауза. Друзья, это самый сумасшедший поступок, я решил отдать свою тачку. Я отдам свою тачку самому внимательному человеку. Никаких лохотронов с рандомными числами, никаких репостов. Просто участвуй, смотри мои видео и побеждай. От себя добавлю, что помимо розыгрыша на этом канале, можно найти действительно много интересного и полезного и познавательного контента. Поэтому обязательно перейдите, зацените этот годный канал. Конечно же, передайте автору от меня пламенный, жирный привитосик. Ссылочка будет в описании. Среди ценителей ретро-атрибутики очень много меломанов, которые коллекционируют аудиокассеты, бобины и, конечно же, виниловые пластинки. Как и везде, здесь ценятся в основном редкие записи, какие-то эксклюзивные пластинки. В общем, то, что трудно достать. И, разумеется, немаловажным фактором ценообразования является также и состояние товара. В каком оно состоянии, как хорошо оно сохранилось. Но, к сожалению, большая часть пластинок, которые остались у нас из СССР, как правило, именно их хранится чаще всего на чердаках, подвалах, сараях, где, собственно, сыро. И, как бы, там вообще такие вещи хранить нельзя. Поэтому пластинки высыхают, рассыпаются, отсыреют и так далее и тому подобное. Кроме того, любой ценитель винтажной техники скажет вам, что советские пластинки от всем известной фирмы Melodia стоят практически ничего. Я, честно, не эксперт. Я не знаю, как вообще там это все оценивается и так далее. Но могу смело сказать, что на любой барахолке можно найти виниловые пластинки фирмы Melodia за вполне символические суммы. Типа 10, там, 50 рублей. Но только если их продает не колхозан, уверенный, что все советское должно стоить очень дорого. Гора винила. В основном классика. Состояние среднее арифметическое. Интересно, что это за среднее арифметическое состояние? Я что, должен уравнения какие-то решать, чтобы понять, в каком состоянии товар, который ты продаешь? Конверты не очень, а пласты, наоборот, в основном порядке. Списка нет и не будет, только оптом. Хм, списка нет и не будет. Как же категорично. Вот только вопрос, кому они нахрен тогда нужны, если потенциальный покупатель не знает название пластинок и не знает, в каком они состоянии. Продаю нечто. 10 тысяч рублей. Состояние неизвестно. Что там, никому не расскажу. Всегда поражался таким клоунам, которые в обычном объявлении на Авито пишут с таким гонором, как будто бы они отдают это бесплатно. И я, на самом деле, добавил это объявление в топ не потому, что хотел показать, что вот, посмотрите, продают старый хлам по оверпрайсу, а потому что хотел продемонстрировать, как вообще не нужно делать объявление. При публикации объявления нужно грамотно и четко уметь описывать свой товар и, что самое главное, не менее грамотно его презентовать. В противном случае это банальное неуважение к своему покупателю. И именно поэтому я не хожу в магазины, где вместо того, чтобы выкладывать товар на полке, он свален на каких-то поддонах или корзинах. Я не хожу в магазины, где нет ценников. И я не хожу туда, где продавцы бывают вечно чем-то недовольны и отвечают тебе так, как будто бы ты лично им чем-то обязан. Покупатель и продавец это два участника сделки, которые должны друг другу проявлять уважение. Лично мне кажется, что это основа любой коммерции. И только так можно успешно что-то продавать и покупать. А если ты возомнил себя барином, то неудивительно, что у тебя никто твой товар не купит. Ну, собственно, и по делам. Но оставим в покое музыку и обратимся лучше к моей самой любимой подрубрике. Продавцы мебели. Ретро-диван и столик за 25 тысяч рублей. Вот что пишет автор. Уникальное предложение. Комплект винтажных дивана и столика в стиле Bauhaus под реставрацию. Диван раскладывается в полноценное спальное место. Пружинные блоки целы. Нужен только поролон и ткань на обтяжку. Вспоминается видос доктора Зью, где он описывал китайский мотоцикл. А вообще непонятно, где они рождают эти выражения. Ретро-баухаус под реставрацию. Звучит многообещающе. Так-то, разумеется, если мне кто-то скажет, что в моей гостиной отныне вместо обычного дивана будет стоять баухаус, я, конечно, тоже поперхнусь собственной помпезностью. Вот только это не будет исключать того факта, что это по-прежнему будет старый, подранный, обоссанный советский диван. И судя по фото, на него не просто неоднократно ссали, но еще и жгли. И я не представляю, что нужно было делать на диване, чтобы его сжечь. Возможно, какой-то алкаш уснул на нем пьяный с сигаретой. История об этом умалчивает. В любом случае, 25 тысяч за такой шикарный ржавый стол и этот великолепный диван в стиле баухаус, это, конечно, недорого. Желаю автору объявления до конца своих дней спать на таком вот баухаусе. Другой же спешит продать мой любимый вид советской мебели. Скандинавские кресла. Реально их люблю, они действительно удобные и кайфовые. Да, кресло и правда хорошее. И стоит недорого, вот только смущает его внешний вид. Мне кажется, или на нем тоже кто-то обоссался. Да на таком куске говна даже собака спать не будет. До таких кресел полная авито, по более приемлемым ценам и даже в более хорошем состоянии. Хотя, чего это я докопался? Там ведь написано СССР. А значит, состояние и в целом-то не важно. Другие же и вовсе пытаются разбогатеть буквально на пустом месте. Ведь если у тебя в квартире нет ничего советского, не проблема. Можно открутить что-нибудь советское на улице. Например, гайку от купола цирка в Екатеринбурге. По словам автора, это настоящая гайка от крепления ферм. Цирка в Екатеринбурге. И она точно подойдет как уникальный подарок. Рассказываю рецепт, как раз и навсегда потерять друга. Берем сначала укропу, потом кошачью жопу. Идете, значит, и покупаете вот эту вот гайку за 50 тысяч рублей. Затем идете к другу на день рождения и рассказываете следующее. Дескать, здорово, друган. Было у меня вот 50 тысяч рублей и думал я, что же тебе на эти 50 тысяч подарить. Сначала думал купить тебе PlayStation, например, или какую-нибудь другую приставку. Потом подумал, что лучше подарить вообще деньгами. Но деньгами это как-то банально. Но я скреативил. И вот тебе гайка за 50 тысяч рублей. Уверяю вас, необычная реакция вашего товарища не заставит себя долго ждать. Остается только догадываться, каким образом эта гайка оказалась в руках у продавца. И сколько еще гаек из купола этого цирка путешествуют по рукам колхозанов. Но перенесемся из-под купола цирка в мир советской бытовой техники. Ни для кого не секрет, что советская техника хоть и была довольно примитивной, но она отличалась своей долговечностью и ремонтопригодностью. В современном мире технику не делают такой долговечной, потому что это попросту не нужно. Это бессмысленно. Подробнее об этом я расскажу в одном из новых своих видео. Более подробно сейчас на этом останавливаться не хочу. Здесь стоит остановиться вот на чем. Те, кто продают старый хлам на Авито, как правило, используют этот козырь в качестве главного аргумента. Дескать, сейчас все китайское и пластмассовое. То ли дело раньше, делали долговечно, советскими руками, раз и навсегда. Оно не ломается, а если ломается, легко починить. Поэтому вложение это очень выгодное. Мало того, что ты покупаешь неубиваемую технику, так она еще и с каждым годом дорожает, ведь сделана она в СССР. И вот под этим предлогом на сцену могут выйти, например, советские стиральные машинки, которые остались в отличном состоянии. Если вдруг вы не понимаете вообще в чем дело, подойдите к своим родителям и спросите, почему они не стирают на советской стиральной машинке. И, думаю, ваша мама вам объяснит, почему. 10 тысяч за стиралку, это, конечно, отличная идея. Любая ведь домохозяйка современная только спит и видит, кто бы ей подарил советскую стиральную машину, чтобы стирать белье вот в этой вот центрифуге, а отжимать ее вручную через два этих продольных валика. Ну, кого когда волновало удобство и качество стирки в советских стиральных машинах? Главное ведь, что они советские, а значит спокойно уйдут и за десятку, и за пятак, а то, может, даже еще дороже. Ну, давайте-ка вернемся ко всеми любимой рубрике. Туалеты. Ну, а сегодня нас ждет не классически покосившийся какой-нибудь деревянный, деревенский сортир, а настоящее пластмассовое изделие для самых маленьких, из-под самых маленьких. Советский детский горшок, разумеется, БУ. Уникальная вещь, которая непонятно кому вообще может пригодиться. Честно, не могу представить себе человека, который на серьезных щах скажет, типа, «Нет, мой ребенок будет гадить только в советский горшок. Пойду-ка на Авито поищу». Еще более странным в моих глазах выглядит продавец, который на серьезных щах уверен, что кому-то этот старый, сраный детский горшок может понадобиться. Возможно, он просто рылся у себя на чердаке, нашел там горшок и вот подумал, выбросить его жалко, все-таки вещь. Мне в хозяйстве не пригодится выставлю-ка на Авито. Рублей так за 200 продам. Что ж тут сказать? От всей души желаю автору данного объявления поскорее продать заветный горшок за 200 рублей и, наконец-то, разбогатеть. Ну, а что же вы думаете по этому поводу? Непременно напишите в комментариях. Мне будет приятно почитать ваши большие длинные комменты и, возможно, это поднимет ролик в ротации, за что я вам заранее говорю большое жирное спасибо. Тыкайте вот сюда, чтобы подписаться на мой канал, вот сюда, чтобы подписаться на канал нашего сегодняшнего спонсора, участвуйте в конкурсе и тыкайте вот сюда, чтобы посмотреть интересные видосики. На этом у меня все. Спасибо, что смотрите Жирного. Увидимся на стриме в выходные. Пока! Старый засанный сортир и дырявый плед Колхазан считает, что это раритет По завышенной цене Муз